Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. На календаре 23 сентября, четверг, в эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Марья Новгородова и Николай Слепцов, у микрофона редактор Эдуард Рудых. Тема сегодняшней передачи «Притворение в жизнь» указа главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева о развитии города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия на период до 2032 года. Указ главы от 8 сентября текущего года является стратегически важным документом, определяющим развитие столицы нашей Республики до 2032 года. В своем выступлении в Городской Думе Айсен Николаев сказал, что перед руководством Республики и города Якутска стоит амбициозная задача сделать столицу одним из лучших городов страны по качеству жизни и человеческого капитала, лучшим городом в мире на вечной мерзлоте. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о некоторых пунктах, задачах этого указа. И в нашей студии начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска Северина Владимировна Архипова и начальник отдела по стратегическому планированию инновационной политики и повышению эффективности бюджетных расходов Департамента экономики и стратегического планирования окружной администрации столицы Валерий Валерьевич Семенов. Добрый вечер. Добрый гости. Телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Также вы свои вопросы можете направлять по мессенджеру Ватсап номер 8 964 428 88 18. В указе говорится, что в целях развития инфраструктуры города в соответствии с лучшими мировыми стандартами северных городов стоит задача расселения к 2032 году аварийного деревянного многоквартирного жилищного фонда. Каков объем этого фонда в настоящее время? Состояние деревянного жилого фонда по городу Якутску действительно составляет очень большую долю именно деревянный фонд. Деревянный жилищный фонд на сегодняшний день составляет 1135 многоквартирных домов. Из них только 165 на сегодняшний день включены в реализуемый этап программы до 2025 года. В большинстве случаев техническое состояние данного жилого фонда оценивается как аварийное. В настоящее время мы в установленном законном порядке ведем большую работу по усилению признаниям деревянного жилого фонда именно аварийным. для того, чтобы в дальнейшем попасть в будущие этапы программы по переселению аварийного жилого фонда. В соответствии также с решением президента Российской Федерации, что нас обрадовало очень сильно, сейчас уже Минстроем готовится программа по реализации следующего этапа, это третий этап, который будет реализоваться с 2025 года по 2030 год. Минстроем России. Да, Минстроем России, куда планируется попасть где-то около 600 с лишним наших аварийных жилых домов деревянных. Это дома, которые были признаны аварийными с 2017 года по 2021 год. Как будет финансироваться вот эта работа? Потому что очень много, скорее всего, необходимых финансовых влияний в эти программы. Основное финансирование у нас идет через фонд реформирования ЖКХ. Фонд реформирования ЖКХ у нас — это средства федерального бюджета. Также обязательно идет финансирование с республиканского бюджета. У нас непосредственно этим занимается Министерство строительства республики. И подведомственная их структура — это Департамент жилищного строительства. С нашей стороны, конечно, обязательно также содействие со финансированием с органами местного самоуправления. У нас непосредственно занимается Департамент жилищных отношений. То есть у нас получается для расселения данных домов, согласно той программе, которая сейчас реализуется, это три бюджета. Помимо этого, у нас также, согласно Городостроительного кодекса, есть возможность расселения многоквартирных домов за счет инвесторов. Это внебюджетное средство. Это наши застройщики. У нас город растет. Растет население, которое переезжает в основном с Улуса в город Якутик, в столицу республики. И, естественно, есть потребность, повышается с каждым годом потребность в жилье. Основные наши территории, где производится строительство жилья, это те территории, на которых расселены как раз наши аварийные жилищные дома, жилые дома. И данные территории мы предоставляем по механизмам ранее, до конца 2020 года мы предоставляли по договорам развития застроенных территорий, производили конкурсы. И на сегодняшний день, получается, с 2021 года у нас действует новый механизм. Это комплексное развитие территорий, где мы определяем территорию, на которой необходимо произвести снос деревянного старого жилого фонда и построить новые. Ну, не только жилой фонд, можно построить все, что угодно. И на сегодняшний день мы уже где-то подготовили три участка, и скоро времени будем объявлять. То есть у нас механизм будет и за счет бюджетов Российской Федерации, получается, и за счет небюджетных средств в том числе. А какие это участки, если не секрет? Ну, на сегодняшний день сейчас мы готовим 55-й квартал, это залок возле Теплого озера. Также мы готовим 33-й квартал, это в районе рабочего городка. Ну и очень хотелось бы, конечно, расселить этот Сайсарский округ и 4-й, 17-й квартал. Но вы все знаете, что у нас установлена 7-я подзона. Да, вот как раз я хотел задать этот вопрос. В СМИ появилась информация о том, что довольно обширные территории города включены в так называемую 7-ю шумовую подзону аэропорта столицы, и строительство жилья там как бы запрещено. Туда попадают, как вы сказали, кварталы, такие как 17-й, 2-й, 3-й, где очень много, как вы все знают, аварийного и деревянного жилого фонда. Вы можете разъяснить эту ситуацию? Какая работа ведется в этом направлении? Ну, данная зона установлена согласно 135-го ФАЗ. Это федеральный закон. Да, федеральный закон, воздушный кодекс. Действительно, для безопасности полетов необходимо устанавливать все 7 подзон. На сегодняшний день у нас установлены все 7 подзон по городу Якутску. Из них самая большая, которая налагает очень большие ограничения именно в развитии территорий, да, это в строительстве. Это седьмая шумовая подзона. И на сегодняшний день действительно она установлена и охватывает такую большую площадь по городу Якутску в размере около 2,5 га территории. Это получается от района Даркала до Борисовки-2. Это почти треть территории города Якутска. Да. Треть территории города Якутска у нас под запретом строительства. Не 2 гектара, больше, наверное. 2,5 тысячи гектаров. Это очень большая территория, да. Ну и 7-я шумовая подзона на сегодняшний день запрещает строительство социальных объектов. Это образовательные объекты школы, детские сады. Ну и, конечно, самое основное для нас то, что является самым большим таким ограничением – это жилье. У нас действительно вот сейчас ведется уже плотная такая работа совместно с правительством республики Саха-Якути. Непосредственно Росавиацией с территориальным управлением по Якутской республике. И на сегодняшний день вы прекрасно знаете, что произведена реконструкция нашей полосы аэропорта. И мы должны понимать, что с увеличением взлетно-посадочной полосы у нас также увеличивается 7-я подзона. На сегодняшний день данный проект уже представлен правительству. Направлен был нам на согласование. И сейчас данный проект мы ведем, ну, не то что согласовываем, а рассматриваем. Рассматриваем то, что они нам предлагают. Исходя из того, что мы на сегодняшний день пока изучили, так как это очень большая документация, у нас получается то, что они предлагают на сегодняшний день разделить данную седьмую шумовую подзону на две территории. Там 7-1, 7-2. 7-1 у нас полный запрет. Полный запрет строительства вообще любого. Ну, туда не входят определенные объекты, но в основном это инженерные, вот эти вот складские, административные. И очень радует то, что 7-1, где полный запрет строительства стоит, то, что она намного меньше. Намного меньше, и они устанавливают также параллельно зону 7-2, которая намного больше, чем была на сегодняшний день установленная. Седьмая, которая действующая, еще установленная в Росреестре. Но при этом в 7-2 можно строить. Они нам позволяют построить с учетом того, что если проектная документация того или иного объекта, пройдет согласование Роспотребнадзора. Роспотребнадзор будет... Единственное, что он, наверное, будет требовать, это обеспечение шумоизоляцией. Да, домов, квартиры. Домов, квартиры. Получается, будут дополнительные мероприятия к этим объектам, которые будут строиться в зоне 7.2. — И туда попадают, например, второй квартал, третий, семнадцатый? — Все попадают. Я же сказала, что, да, седьмая, она та новая территория, которая... — Где можно строить. — Та новая территория, которую они сейчас устанавливают, она будет намного больше, чем сейчас есть. Еще больше, но при этом они ослабляют уже вот эти вот ограничения. Они нам позволяют строить только с дополнительным мероприятием по шумоизоляции. Это увеличение там слоев стекла, допустим, в оконных проемах, допустим, не трехкамерные, а пятикамерные. Ну и дополнительные мероприятия там по шумоизоляции, по стенам. — Стоимость застройки, наверное, увеличится? Или вообще у нас в Якутии, ну, конкретно в Якутске, стоимость квадратного жилья, как все знают, очень большая. И вот финансирование таких программ предусматривает ли рост стоимости строительства? Стоимость материала также повышается. — Ну, на данной территории, да, действительно, стоимость квадратного метра жилья будет намного выше. Ну, не намного выше, но выше, чем то, что в среднее будет по городу Якутску. Ввиду того, что есть дополнительные мероприятия. А в части непосредственно... — Сейчас мы привьемся, извините. — Привьемся на короткую рекламу и далее продолжим наш разговор. Будьте с нами. — Уважаемые телезрители и радиослушатели, Якутск сегодня продолжает свою работу в прямом эфире. У нас в студии начальник департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска Северина Владимировна Архипова и начальник отдела по стратегическому планированию инновационной политики и повышению эффективности бюджетных расходов департамента экономики и стратегического планирования окружной администрации Валерий Валерьевич Семенов. Тема сегодняшней передачи — «Притворение в жизнь». Указа главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева о развитии города Якутска столицы Республики Саха-Якутия на период до 2032 года. Телефоны в студии 320066, 321166 и номер мессенджера ватсап 8-964-428-8818. В указе говорится о улучшении строительства дорог, о капитальном ремонте улиц, какая работа ведется в этом направлении настоящего, какие есть успехи и какие планы на ближайшее время? Да, действительно, ведется очень большая работа сейчас по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году у нас стоит очень большой план. Это 36 объектов и 48,26 километров дорог. И на сегодняшний день уже можно сказать то, что обеспечена укладка верхнего слоу дорожной одежды протяженностью около 46 километров. И это составляет около 95,5% от всего плана на настоящий год. И можно сказать то, что полностью завершены уже работы по 35 объектам. Это наши пригороды, это старый Покровский тракт, на котором как раз мы в этом году, да, с этого года начали применять новые технологии. Называется холодный ресайклинг. Это технология, которая позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонент нового. То есть это специальные машины-ресайклеры, которые измельчают старое покрытие и в процессе вводят укрепляющие добавки цемент, битум и еще специальные добавки, чтобы стабилизировать вот это получение дорожного основания. Ну и будем смотреть дальше, как будет непосредственно работать данной новой технологии на наших дорогах. И надеемся, что действительно данная новая технология позволит дольше эксплуатировать без ремонта и капитальных больших вложений дорожное полотно. Также в планах у нас... Национальный проект у нас действует до 2024 года на сегодняшний день. В планах у нас в 2023 году отремонтировать 35 километров и в 2024 году 37,440. Еще в указе говорится о охватывающей город пешеходной и велосипедной инфраструктуре. Да, действительно, у нас также разрабатывается проект, уже разработан, да, он находится в проработке. По велосипедным дорожкам у нас, согласно плана главы, мы планируем построить до конца 2032 года 35 километров велодорожек по городу Якутску. Это на сегодняшний день, допустим, мы начали данную работу с 2019 года. Это по улице Ларионова, 203 микрорайоне. И в этом году мы начинаем объекты по... Ну, самый главный объект для нас — это проспект Ленина. Там будет 20 с лишним километра велодорожек с двух сторон. А, на проспекте будут? На проспекте Ленина, да, обязательно будут велодорожки. Помимо этого мы пытаемся внедрить, будем внедрять данные велодорожки на общественных пространствах. Допустим, у нас вот очень хороший пример сейчас Талое озеро, вы видите, да, очень много людей сейчас там отдыхает. И в будущем мы также хотим сделать благоустройство нашего священного озера Сайсары. Стоимость примерно составляет, согласно проектной смене документации, около 300 миллионов рублей, куда также включены наши велодорожки. Ну, велокаркас на сегодняшний день проработки. Сейчас полностью мы должны изучить в ближайшие годы источники финансирования. Ну, в основном это, естественно, будет наша безопасная и качественная дорога, нацпроект. И будем пытаться работать с другими федеральными программами по общественным пространствам. Ну, и, естественно, с поддержкой республики также планируем строить в иных территориях велодорожки. В УКЗе есть пункт, где говорится об увеличении доли зелёных насаждений путём комплексного озеленения территорий, в том числе деревьями на дренированных участках. А также, что очень немаловажно, это обеспечение постоянного ухода за зелёными зонами. Это одна из таких проблемных точек. Была и есть, скорее всего, у нас в Якутске, потому что, ну, бывают какие-то мероприятия, когда сажают деревья, кустарники, и из-за отсутствия ухода или ненадлежащего подготовки почвы и так далее эти насаждения, к сожалению, погибают. Как будет вестись в этом направлении работы? Да, действительно, в целях реализации указа главы республики, окружной администрации в рамках муниципальной программы ОФРЖКХ планируются три основных мероприятия. Это озеленение общественных пространств, озеленение участков вдоль автомобильных дорог и реализация инвестиционных проектов. Вот по именно озеленению общественных пространств планируется проведение обновления, проведение мероприятий по созданию именно живой изгороди из многолетних кустарников. Также по озеленению участков вдоль автомобильных дорог планируется полное обновление грунтов. Организация также посадка многолетних насаждений, устройство газонов на всех кольцевых развязках. Также по инвестпроектам планируется создание на территории города лесопитомников, создание полигона для получения почвосмесей и внедрение точечного полива зеленых насаждений в общественных пространствах. Также в указе есть пункт, где говорится об обеспечении строительства и функционирования системы водоотведения поверхностных и надмерзлотных вод, обеспечения проточности городских каналов и водоемов. Все горожане знают, что каждую весну, когда тает снег, лед, то Якутск утопает в лужах, к сожалению. Естественно, все это усложняется тем, что у нас раньше не было ливневой канализации. Это очень большая работа. Ливневая канализация — это сложная система, а мы живем на многолетней или вечной мерзлоте, и, естественно, все это претворить в жизни. Будет довольно сложно и требует больших затрат. Как будет проводиться в этом направлении работа? И сливная канализация, и обеспечен проточности городских каналов и водоемов. — Очень хорошо, что вы соединяете эти два мероприятия, потому что они между собой связаны. На сегодняшний день прекрасно можно увидеть, что город Якутск находится на пойме реки Лена. Мы находимся на очень обводненных грунтах. Вся эта гидросфера городской агломерации нашей, она питается рекой Лена и обновляет каждый свой водный объект в период весеннего паводка. И мы должны обеспечить обязательно питание нашей всей гидросферы, чтобы не дать умереть водным объектам, которые находятся по территории города Якутска. Допустим, давайте даже посмотрим на примере озера Талово, 2018-2017 года. Оно же просто цвело, там было зеленое болото. И после того, как город Якутск начал работу по увеличению проточности, очистке городского канала, его приведению в соответствие, проточность пошла, и сейчас на Таловом озере люди отдыхают. Там появилась вода, она проточная, она меняется, обновляется. Это естественные мероприятия, которые должны происходить в природе. Да, и весной, и после дождей вода должна по естественным каналам, которые существуют уже давно, да? Они должны обновляться, да, уходить, приходить. В общем, действительно, по этой части сейчас начинается очень большая работа. Она была и произведена ранее. Мы находим ранее разработанные проектно-сметные документации. Мы увидели то, что город Якутск поделен на 8 участков. И эти 8 участков имеют свою схему водоотведения в тот или иной ливнеотвод. Основное, естественно, наше гидротехническое сооружение, которое полностью должно питать наши водные объекты и в себя забирать ливневые истоки. Это городской канал по городу Якутску, по центру. И, естественно, главным мероприятием это будет восстановление городского канала, его содержание, благоустройство и установка там очистных сооружений. Это обязательное мероприятие. На сегодняшний день у нас создана рабочая группа. Мы разрабатываем дорожную карту плана мероприятий до 2032 года. И со следующего года мы уже буквально собираемся начинать разрабатывать проектно-сметную документацию именно по гидротехническим сооружениям, которые будут обновлять наши водные объекты на территории города Якутска. И будем производить ремонт, реконструкцию и, возможно, даже строительство новых каналов гидротехнических сооружений по городу Якутску. Ну и, естественно, обязательным транспортировщиком ливневых вод с дворовых территорий и дорог это являются водоотводные лотки по дорогам, которые также будут реализовываться за счет национального проекта «Безопасные и качественные дороги». И, естественно, вот когда у меня знакомый проектировщик, он не здесь, не в Якутске, где-то отстроили заправку, говорит, все сделали, все предусмотрели, строители пришли и сделали по-своему. И никаких там водоотводных лотков и так далее, все. Контроль должен быть в этом направлении. То есть хозяйствующие субъекты и так далее все должны придерживаться. Обязательно, да. Вот как раз по этому направлению у нас ведется работа. Мы в этом году утвердили новые правила благоустройства, которые требуют, чтобы у каждого нового объекта обязательно должны быть водоотводные лотки. И он должен понимать, в какую сторону должны делаться уклоны для водоотведения. Ливневых и талых вод с объекта, чтобы не причинять также ущерб соседствующим земельным участкам и их объектам. Также планируется создание нового возможного учреждения. Но это пока в планах мы рассматриваем. Все-таки должно быть какая-то управляющая компания для ливневых лотков. То есть компания, которая должна следить... Содержать, как хозяин. Содержать и следить. Мы прервемся на короткую рекламу и далее продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами в эфире передачи «Якутск сегодня». Уважаемые радиослушатели и телезрители, сегодня 23 сентября, четверг. И в передаче «Якутск сегодня» речь идет о развитии Абукази главы республики Саха-Якутия Айсена Николаева, развития города Якутска, столицы республики Саха-Якутия на период до 2032 года. В студии начальник департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска Северина Владимировна Архипова и начальник отдела по стратегическому планированию, инновационной политике и повышению эффективности бюджетных расходов департамента экономики и стратегического планирования окружной администрации столицы Валерий Валерьевич Семенов. Телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66 WhatsApp 8 964 428 88 18 Одна из таких долгих, пока еще нерешенных проблем, это обращение с твердыми коммунальными отходами. То есть у нас свалка, которая старая, по Милюйскому тракту, она уже и жила из себя и ведется строительство нового полигона. И в 2023 году стоит задача введения в строй этого полигона и как будет вести с отбота с твердыми коммунальными отходами. Сейчас мы пока берем телефон, звонит наш радиослушатель и телезритель. Алло! Да-да, добрый день! Добрый день! У нас вот вопрос хотел задать. Да, слушаем вас. У нас вот с Аталии когда будет школа строить. Такой вопрос. И дорогу. Дорога. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, действительно, у нас Сатал микрорайон очень развивается, растет. Там появляется очень много жителей. И в рамках реализации на сегодняшний день госпрограммы через Министерство просвещения и госкорпорацию ВЭПРФ у нас планируется строительство около 15 тысяч на учебных мест. 15 тысяч учебных мест. И на сегодняшний день мы готовим заявку на третий этап с вводом в эксплуатацию до конца 2024 года. В эту заявку попал объект, действительно, Сатал, школа на 450 мест. Будем надеяться, что мы пройдем конкурсный отбор. Министерство просвещения Российской Федерации. Если мы пройдем отбор, то в ближайшее время, до конца 2024 года, школа будет построена. То есть это зависит от? От конкурсной комиссии. Министерство просвещения России. Российской Федерации. И финансирование тоже отсюда будет? Да, тоже идет федеральное и республиканское финансирование. Софинансирование. А насчет коммунальных откуда? Насчет полигона. Да, в настоящее время на территории города Якутска сейчас функционирует один полигон твердых коммунальных отбудов. Это на 9-м километре по Велийскому тракту. И вот в целях строительства нового полигона и в целях закрытия старого полигона правительством республики Саха-Якутия разработана дорожная карта по строительству нового полигона. И вот этот полигон планируется в первом квартале 2023 года. Исполнителем данного мероприятия является ГУБЖКХ республики Саха-Якутия. Это финансирование строительства осуществляется за счет взаимных средств СПАО и Сбербанк. И сумма составляет примерно 960 миллионов. Также в 2023 году, в первом квартале, планируется строительство мусороперегрузочной станции в районе ГРЭС-2, это в Велийскому тракту. У правительства республики Саха-Якутия есть конституционное соглашение с конституционером ООО Айлга. И вот данный объект должен построиться тоже в первом квартале 2023 года. Примерное финансирование составляет 1,2 млрд рублей. И после этого окружная администрация города Якутска должна подать заявку для закрытия и рекультивации действующего полигона, который находится в 9-м километре. Это должны подать заявку в федеральный проект «Чистая страна». Будет федеральное финансирование. Объем финансирования примерно, объем заявки примерно составляет 800 млн рублей. Но это после уже закрытия. — Ну и работа с раздельным мусором, все это предусмотрено. — Якутск город растет, возводятся все новые здания, высотные, многоквартирные. Ну и, к сожалению, бывает так часто, что придомовая территория не отвечает, скажем так, чаяниям людей. Машину негде поставить элементарно. Автомобильный парк увеличивается с каждым годом. Насчет, как будет идти реализация парковочной политики, создание городских парковочных пространств. — В этом направлении мы также ведем работу. На сегодняшний день мы общаемся с Ростелеком. Они нам предлагают свои технологии. Мы планируем в ближайшие годы уже установить платную парковку в центре города. Ну и в дальнейшем по нашей схеме планируем увеличить данные паркинги по всему городу Якутску. Мы должны понимать, что необходимо уменьшать транспортные средства на территории городского округа города Якутска, в частности в центре, так как выхлопы именно газовые от транспортных средств погубно влияют на всю окружающую среду, ну и, естественно, на здоровье людей. Поэтому в рамках данного направления мы планируем увеличить парковки. Скорее всего, они будут платными. Но чтобы перейти на платные парковки, мы должны, естественно, обеспечить возможность парковаться где-то за пределами центра города путем строительства, возможно, и многобуровневых парковок, ну или иных освобождений от тех или иных площадок для того, чтобы они свободно могли парковаться. — К нам поступил звонок, то есть, звонок, говорю, сообщение по WhatsApp. Очень радует, что принята эта масштабная программа. Это означает, наконец-то, что наш город выходит из депрессии. Вопрос, будет ли проведено освещение в нашем городском парке, чтобы люди могли гулять и зимой, и летом, утром, и вечером, чтобы было комфортно. Имеется в виду лесной массив парка. — Да, обязательно. Потому что даже согласно указу главы, есть мероприятие освещения общегородского округа 100% всей территории города Якутска до конца 2032 года. Первоочередные мероприятия — это согласно уличной дорожной сети, для безопасности дорожного движения. Ну и обязательно для безопасности вообще горожан. Действительно, мы начинаем работу по освещению общественных пространств, в том числе и по центральному парку. Вот в ближайшее время, да, в ближайшие годы это освещение парка будет. — Город Якутск — достаточно молодой город, и у нас очень много детей и дошкольного, и школьного возраста. Какие планы по строительству школ и детских садов? — В указе говорится, что должны быть введены 5000 новых мест в системе дошкольного образования до 2026 года и создание 17000 новых учебных мест в общеобразовательных организациях до 2026 года. — Да, действительно, такая задача стоит давно. Мы прекрасно видим переполненность всех наших школ. Очередей детских садов тоже буквально состоит около 10 тысяч детей. На сегодняшний день в рамках исполнения данного указа и вообще исполнения своих обязательств как органов местного самоуправления по обеспечению образования детей мы ведем работу по поиску земельных участков. У нас очень большая проблема именно с земельными участками по территории города Якутска. В основном это центр города. Мы не можем найти земельные участки для строительства социальных объектов. Для строительства социальных объектов есть особые нормативы свои по площади на одного ребенка. Допустим, два квадратных метра обязательно на одного ребенка. От этого зависит мощность того или иного объекта на той или иной территории. В зависимости от того, в какой площади мы найдем. Естественно, тут еще то, что я уже говорила ранее. Мы работаем с федеральной программой Минпросвещения и госкорпорацией ВПРФ, согласно которой мы планируем построить более 15 тысяч учебных мест. На сегодняшний день мы получили одобрение по первому этапу. Это с вводом в эксплуатацию в конце 2022 года, в следующем году. Это три пристроя. Пристрой к школе номер 5, пристрой к школе номер 12 и пристрой к Хатасской средней общеобразовательной школе. То есть до конца 2022 года мы создадим 720 учебных мест. По второму этапу также мы прошли одобрение. Мы получили средства на строительство пристроек СОЖ номер 26, СОЖ номер 29. Также получили одобрение по консессионному соглашению по строительству специальной коррекционной школы номер 4. Вы знаете, я раньше располагалась на Чайковского. Это последняя деревянная буквально школа наша. Будет построена новая школа на Пирогова-2. Согласно того проекта, который был разработан еще в 2017 году. И мы получили одобрение по школе на 990-м месте в 153-м квартале города Якутска. Также планируем мы заявку на третий этап, как я говорила, куда должен войти Сон-Сатал. Там у нас полностью заявка состоит из 17 объектов общей мощностью до 12 тысяч. Спасибо. Время нашей передачи заканчивается. Напоминаю, сегодня мы говорили о указе главы Республики Саха-Якутия о развитии города Якутска, столицы Республики Саха-Якутия на период до 2032 года. Работы предстоит много. Мы пожелаем руководству города Якутска и республики успехов в этом нелегком труде. И будем надеяться на лучшее. Хороший итог. Спасибо. Спасибо.